я горячо приветствую всех почитателей жанра стратегии с вами все также сергей вы надеюсь по-прежнему остаетесь верны каналу реген я напомню что мы продолжаем проходить кампанию в игре age of empires definitive edition то есть переработанной версии легендарной стратегии 90-х мы с вами доблестно сражались за имата и теперь нам предстоит возглавить царство хеттов родом из скромных племен воинов-кочевников хеты поселились в анатолии и построили империю поверх руин царств хаттов и метани они с большим успехом стали применять колесницы и не только уничтожили вавилон но также и потягались египтом за славу и богатство возглавьте хеттов в их самых отважных набегах и битвах от рассвета их культуры до катастрофической схватки с египтянами в кадеше первом крупном сражении между великими державами за всю историю человечества насчет хеттов и их происхождение существует несколько точек зрения первое которое ближе нам европейцам это то что они являются народами ну группой народов которая объединилась да под общим генезом и эти народы состояли из выходцев с балкан то есть у них можно сказать европейское происхождение затем они расселились на территории анатолий анатолий это отчасти современная территория турции и после распространили свое влияние практически по всему ближнему востоку другая точка зрения касательно их происхождение гласит о том что они были коренными жителями малой азии то есть по сути ближнего востока и конечно к европейцам практически никакого отношения не имеют очень трудно безусловно судить о каких-то достоверных сведениях происхождение таких давних и давних цивилизаций когда споры возникают даже насчет событий возникших и произошедших совсем недавно и даже письменные источники которые имеются сегодня в нашем распоряжении не способны объективно дать оценку или точку зрения потому что в любом случае это мнение какого-то отдельно взятого человека который пролил чернила на бумагу или оставил буквы на экране компьютера в виде электронного текстового файла давайте посмотрим раздел компании и пока прекратим наши исторические рассуждения наша стартовая миссия носит название первые шаги вперед давайте знакомимся с инструкциями центральная анатолия 1700 год до нашей эры видите мы опять возвращаемся в прошлое потому что за японию заима то точнее заодно из будущих так скажем цельно японских племен мы сражались уже в начале нашей эры здесь опять мы возвращаемся в древний мир из северных пустынь ваш народ пришел в страну хатти где небесные боги ваших предков неизвестны и хаты поклоняются матери земли родивший быка эти странные люди живут не на копытах а на черной почве земли они живут не под небом а в пещерах которые делают своими руками из закаленной глины и дерево они не почитают своих вождей великими земляными насыпами оборачивают их тело камышом и кладут под очаг удаляя черепа чтобы на них рисовать старики говорят что небесные боги желают заполучить земли хати ваш народ будет их инструментом на этой земле наша задача это обратить обратить вражеских крестьян чтобы построить поселение опять некая религиозная миссия нам предстоит и нужно создать армию отправить на истребление всех оставшихся хатов и хуритов довольно кровожадно но как есть подсказки нам нужно перемещаться быстро чтобы обратить хатских крестьян и организовать поселение учитесь использовать ваших жрецов с умом они могут быть использованы для двух целей лечение и обращение на старте их у вас как раз двое нужно построить оборону на ключевых точках большого скопления юнитов чтобы ослабить хуритов перед походом на них далее историческая сводка и медленно пролистываю вы с ней знакомитесь на паузе я ее прочитаю на монтаже полезно все-таки немного освежить свои знания древней истории которые с 5 класса наверное многие подзабыли кроме всего прочего вступление мое традиционное реген это не хардкорный канал мы здесь играем спокойно и расслабленно потому что трудностей их полно в реальности и нет никакого смысла еще переносить это в нашу виртуальную часть жизни поэтому если вы разделяете это мнение милости просим располагайтесь берите с собой напитки закуски я заранее желаю вам приятного аппетита тем кто будет кушать ну давайте понемногу приступать у нас с вами есть у пока бесполезное хранилище я не знаю хочет ли от нас игра чтоб мы свою базу в итоге воздвигли здесь но тем не менее мы стартуем вообще всего лишь двумя жрецами поэтому давайте исследовать карту искать тех кого нам нужно обратить в свою веру осмотримся что у нас в тылу не оставили мы здесь что-то важное такая пышная растительность давайте давайте отправимся сначала на запад посмотрим что нас ждет в тех краях мы как-то с вами уже начинали компанию с жрецом правда с одним это было за вавилон если мне память не заменяет золото есть в общем это было как вы помните весьма непросто мы тогда настрадались несмотря даже на относительно легкий уровень сложности на стандартный но тем не менее мы справились однако вот так вот старта стартовать от ровного места до всего лишь от жрецов которые не способны ну на какую-то масштабную полезную работу сложно так не хотят не хотят наши мудрецы двигаться строго на запад поэтому придется выбирать какие-то другие направления мы видим первый дом это хаты под желтым цветом ну и нужно посмотреть кого мы тут можем заговорить приговорить вы помните они не всегда рады обращению свою веру могут стукнуть по голове дубинкой но на этот случай у нас есть второй жрец который надеюсь первому будет помогать но жизни у них мало поэтому как он им поможет особо я не знаю ну посмотрим пока я вообще ни одной живой души не вижу и не слышу ни стука топоров ничего чтобы говорила обитаемости этого места так но чем дольше мы будем искать тем больше мы теряем времени и даем нашим соперникам развиваться но мы ничего не можем сейчас сделать иначе хури ты между прочим находятся уже вне олите а мы с вами в каменном веке так что нам еще и развиваться потребуется время строго на запад мы не смогли пройти наверно потому что там вода ох смотрите как хаты резко выскочили вперед куритов по очкам что-то они построили понять бы еще где так есть есть войны войны это конечно хорошо но наверное это была ошибка да а и мы с вами начинаем с одним хранилищем есть также амбары два жреца что же давайте отправим этих мудрецов на исследование местности может быть им быстро удастся обнаружить тех кто пожелает к нам примкнуть ну или кого мы заставим к нам присоединиться давайте попробуем отправиться строго на север возможно наша цель там у нас кстати с вами тысячи единиц еды древесины 400 единиц золота а вот и первый хатский дом а главное чтоб нас слон не тронул вижу кусты но не видно тех кто обрабатываю хранилище ходят наши жрецы довольно медленно они абсолютно без какой-либо прокачки судя по всему еще одна желая постройка где люди нам нужно построить город поселение возвести чтобы подготовиться и уничтожить хуритов и хатов соответственно тоже у нас довольно кровожадные устремления в принципе что еще ждать от завоевательных походов и поглощения племен не вижу крестьян пока вообще никаких идите идите старцы пока ни одной живой души я не встретил довольно спокойно себя ведут дикие звери значит на них здесь никто не охотится интересно это вот такие большие внутренние моря или где-то есть еще проходы на какую-то сушу слушайте никого пока не удается найти а это уже хуриты которых нам надо уничтожить где же хаты поселились есть вообще хоть кто-нибудь ухты и сторожевые башни нет это опасно это опасно сюда мы не пойдем что у нас по дипломатии ну враги сразу же нам и те и другие ну какие-то еще желтые постройки да я увидел краешком глаза давайте сразу тогда свой чужой сделаем зрение так скажем где же вы затаились хатты где же вы затаились у нас тут есть кое-какие ресурсы мы можем есть кто то есть главное чтобы они опять толпой собрались и не начали нас бить как это было в первой миссии за вавилон куда ты ушел куда вы пропали не прячьтесь даже вы исчезли как в иронии судьбы да он не очень доволен что его пытаются уговорить но он уговорился давайте попробуем его отправить на базу надеюсь его путь будет безопасным надеюсь это не наивная надежда так и здесь ребят это наверно плохо сейчас двоих будут бить не смотрите дальше пошли нет так у нас тут довольно забавное противостояние да давайте лечите своих воинов а смотрите испугался нам возможно надо отсюда уходить нет нет давайте уходить мы наверное да здесь по о здесь есть отмель значит тут что-то у нас строго на западе имеется но ладно мы справились с этим это уже хорошо давайте возведем центр города и положим начало нашему поселению которое в дальнейшем должно стать газой для всех соседей кстати хуриты находятся уже в неолите причем самого начала игры они были в неолите мы вместе с хаттами пока в каменном веке но это видно в принципе по боевым юнитам давайте ребята пожалуйста вернитесь безопасно ну всего лишь одного жреца нам удалось прошу прощения одного крестьянина нам удалось привлечь на нашу сторону но этого достаточно чтобы положить начало у нас с вами достаточно пищи для первых каких-то процессов которые мы запустим поэтому пока нормально пока нормально ага смотрите-ка не ну еще вы его сразу лупите зачем вы его сразу лупите что у вас за воинственные какие-то настрои вот можно попробовать поговорить с человеком вот видите он и не против оказывается вот эта проблема за нами оказывается погоня мы проучим его убейте вылечить и посмотрим чем эта битва закончится конечно забавно не трогай дедушку нет надо уходить на свою базу в общем хватит так и давайте начнем домики строить нужно больше домов понятное дело так ребят сначала с этим разберитесь а мы пока эвакуируем ся я думаю хватит пока испытывать судьбу как этот явно пошел по душу наших крестьян молодцы ребята еще дома еще дома возвращайтесь на базу не отвлекаетесь уж тестрите как их много как его убьют все таки так в общем нам с вами нужна казарма иначе это будет в общем мучительно больно и и жестоко так дайте нам просто уйти давайте мы уже просто у них какой-то не у это не безудержный спам просто какой-то этот очень и очень неспокойный спам товарищ так мы нам конечно же нужны руки для сбора пищи продолжают за нами гоняться обнаружено конечно же наше местоположение не знаю сколько они там казарм настроили этих хатт и но у них прямо это невероятное желание нас побить отправляем крестьянина на пищу жреца надо спрятать так один человек у нас камень добывает но пускай добывает мы тут с вами еще войска сразу же решили построить и нам бы по возможности воткнуть бы где-то порт мы можем попасть к воде вообще-то можем так то ну просто почему бы и нет чтоб он был далеко наверно придется идти крестьянина вот где-то здесь обходить а может он знает получше проход да прекрасно хотя бы изучим что там на воде так ведь так ну наша первобытная армия уже начинает оформляться жаль что у нас всего лишь один жрец конечно остался не закон не законтролировал я а что ты здесь делаешь товарищ товарищ что вы здесь делаете мы вас сюда это не приглашали что непонятно да надо изучить море вообще тут как-то нет наверное нельзя здесь никак пройти пусть побегают за ним принципе я не против так ты тоже с вами нужно ты пожалуйста иди размахивай топором все отбегался давайте мы наших дуболомов вернем на базу кто у нас еще бездельничает вот у нас человек стоит без работы и ты у нас стоишь без работы но нам нужно накопить 500 единиц еды что перейти в следующий век поставим еще одно хранилище пускай почему бы и нет так вот это убери так ну кое-какая армейка у нас с вами даже накопилось не знаю может быть стоит конечно сейчас прямо рвануть в бой но не будем постараемся опять действовать обдуманно как мы с вами в принципе всегда стараемся действовать не очень у меня миролюбивые ребята ну в принципе мы сюда и прибыли бороться давайте попробуем изучить морские просторы это рыбацкая лодка это самый дешевый способ она довольно быстро плавает и нее неплохой обзор здесь какая-то суша интересно вот она как-то так сообщается или нет рыбы не вижу кстати здесь вот она есть а тут только где-то у вражеских берегов ну а ну кстати вот рыбка есть рядом с нами прошу прощения если вы что-то слышали микрофон друг чё-то загрустил первый раз такое по крайней мере первый раз на записи но зато взбодрились наверняка те кто вдруг уснул так добыча пищи идет добыча дли добыча древесины идет даже камень золотом потихонечку мы добываем уже готовимся к будущему стараемся действовать дальновидно продолжаем осматриваться не знаю возможно нам стоит пойти конечно уже в атаку давайте перейдем ух ты вот это да дуболомы хурицкие дуболомы да здесь есть по крайней мере связь с помощью отмели еще и смотровая вышка у них здесь но трудно понять если что-то ценное на этой земле но мы поняли то что это не остров по крайней мере ладно давайте попробуем вернуться рыбу подобываем лишь бы доплыла как говорится далеко как-то ребята ходят чтобы отнести урожай так у них тут поселение кстати у хуритов а поздно погнался них уже лучники есть но они в неолите это мы уже поняли с вами хорошо что тут они к нам никак прийти не могут еще не хватало ладно пускай носят не буду еще одно хранилище делать потом сюда перейдут просто и все еще сделаю парочку троечку дуболомов и пойдем с вами на хатов будем их искать раз здесь у нас везде их хуриты то вот хатские постройки были здесь и наверное они где-то на западе расположились мы попробуем там отыскать до далеко ребята ходят тут древесина мешает дерево надо вырубить будем жреца с собой братья даже не знаю в принципе нам уже сейчас что за него переживать мы с вами стартанули мы с вами стартанули поэтому можем не бояться так можем изучить вышку смотровую это важно награду но религии пока конечно же речи нет можем даже пока идем в поход немножко прокачаться есть у нас рыбацкая лодочка пускай потихоньку добывает видите уже парень уже куда-то пошел пусть вот здесь древесину рубит так ну все двинули никого не оставляю это конечно наверное неправильно но если что мы сейчас изучим вышку смотровую и поставим ее прекрасно но где-нибудь вот здесь поставим смотровую изучим на атаку не трогайте вы его попробуем его к себе присоединить захочет будет жив молодец сделал правильный правильный выбор сегодня друг кстати что же я глуплю то каменный топор безусловно вот что нам очень нужно мы все-таки уже в неолит пришли это к чему туда обязывает откуда-то у них взялась куча крестьян ну да ладно нас то мало волнует мы с вами уже можем строить всякие более интересные постройки вроде стрельбища знаете чего ребят идите вот это суда ай-яй-яй-яй-яй-яй нужен рынок нужен рынок и нужно строить поля вот это я не подумал сейчас все будет сейчас все будет немножко я это отвлекся так хочу мне не все превратились или мы суток кого-то захватили еще к нам примкнул один восхитительно подлечи его только идея ребята тут ждут но сейчас будут технологии сейчас все будет в порядке так ну и конюшеньку обязательно сейчас мы сможем строить поля ставим сразу же автоматическое засевание полей и давайте приступать к их постройке шести полей я думаю нам прекрасно пока хватит остальные пожалуйста принимайтесь там за дерево точку сбора для военных юнитов сделаем вот тут возле башен так ты у нас иди золото тоже добывай так ты помогал да просто тогда иди с камнем разберись ты будешь у нас как сказать в резерве почему-то у меня не все дуболомы превратились в топорщиков ну что ресурсов не хватило если честно никогда не обращал внимание либо мой тут жрец позахватывал нет стольких он не мог на свою сторону привлечь это сто процентов кстати знаете безделие дома надо строить ну все теперь мы с вами уже больше все-таки похоже на какое-то более-менее цивилизованное общество наши постройки выглядят серьезней наши жилые дома мы с вами приручили лошадь на это прекрасно приручение животных конечно это тоже был один из основных двигателей прогресса человеческого паренек он хороший пошел надо бы его отмутузить чтобы он не отмутузил нашего жреца желательно я уже пугался вдруг он сейчас будет бить тот кого там все-таки бьет смелый какой попался местный житель это почетно а чё ж ты сюда-то носишь так два человека на камне два золоте нормально хорошая работа ну и с центром города нужно разобраться чтобы отбить ухатов желанием противостоять нам изучим животноводство чтобы повысить эффективность наших ферм так мы кем-то там атакованы так подлечимся думают это хорошая идея противостоять нам не хватает пищи ладно сейчас будет уж такое а было написано что он сдался дайте-ка ему по голове а вот еще один пришел умник быстро как перезаряжает а скорострел не поймите меня неправильно конечно в общем хатты сдались поэтому в любом случае это цель у нас достигнута нам главное совмести игровую условность так нам нужно теперь 800 единиц пищи для того чтобы перейти в следующую эпоху необходимо это сделать покачать лыбацкие лодки мы пока не можем ладно с основной доход все-таки сельского хозяйства уже копим пищу здесь кстати у соперника есть камень такая то что и подождите есть можно добывать камень у нас и вот кому танцору что-то мешает судя по всему может древесина вот это мешает как-то заблаговало и портали лоза калашматил так разведчики пришли но у нас опять же не жрец всех исцелит главное чтоб его не убили раньше времени нет я все-таки пока буду копить еду до подмога прибывает так то лучше лечи своих чем вот ой как и друг другу убили так ну я не знаю если еще здесь что то давайте мы сделаем разведчика хлипкий конечно юнит но по крайней мере мы можем увидеть больше благодаря ему копим пищу мы с вами так как бы более-менее укреплены и ты сможешь теперь над камнем работать отлегло у вас до отлегло непонятно что был за баг почему-то они стояли не делали может или на древесина мешала как бы абсурдно это не звучало так отправляем разведчика разумеется на разведку рыба здесь скоро кончится но есть поблизости ну как есть еще в общем вот тут вот вручную придется отправить сама она к сожалению не ведет так ручки освободились у нас одни чтоб тебе поручить делать то у камень поковыряет пока тоже золото скоро закончится но вот есть тут месторождение небольшое так ну тут вообще какая-то знаете тайна покрытая мраком не может разведчик сюда пройти разобраться что здесь ну не знаю пробуем вручную его попихать вернемся нашей боевой группой на родину я думаю хаты нам уже однозначно никоим образом не угрожают нет ограду отменим все-таки требует пищу что ж ты делаешь ты мерзавец спину что мы сейчас без жреца останемся да понятно но это было конечно подло со спины зашел просто вообще такой такой смельчак да здесь ничего нет ну пусть они идут достым дашь мне пройти то нет они решили за ним погнаться ну пускай я только осмотрюсь можешь сколько угодно за мной бегать мы вас здесь встретим так от лучника мы ушли от бабушки ушли от лучника ушли сможем ли мы интересно сюда прорваться чтобы посмотреть что на этом полуострове здрасте что вы тут забыли товарищ а ну вот у них еще здесь постройки остались но мне кажется это не имеет никакого значения уже 800 пищи ждем принципе постройки необходимую нас я думаю все есть так неолит погнали закончился камень 450 мы добыли ну знаете пока давайте наверное попросим древесину подобывать их ребят так 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 уходи да основная база у них здесь тут у них какой-то я не знаю военный лагерь или что-то в этом роде откуда-то они тут приходят в общем сейчас мы перейдем бронзовый век построим храм подлечимся и отправимся наверно вперед я бы не знаю отправил бы ребят может быть и камень добывать боюсь что они под угрозой могут указаться мы их конечно если что можем сопроводить в принципе да давайте мы так и поступим принципе они рядом друг с другом пойдут дом то мы защитим если что у нас тут есть так потом в набег если что этой группой прямо оттуда и рванем а здесь просто дополнительные войска уже начнем отстраивать ух ты смотрите-ка у них уже мечники пошли они перешли в бронзовый век но мы на пути мы не сильно отстаем со всех сторон идут гады но мы молодцы ты пойдешь ты пойдешь да пошел пол долго думал долго соображал но все-таки решился пойти а тут еще и кит плавает давайте еще одну наверное сделаем лодку давно и не делал лодок вот видите в этот раз в этот раз будут лодочки так золото добыто нам нужно будет еще золото пока древесину подбывать прекрасно так ребятки вам тут определенно нужна защита крайне мере на время пока мы тут укрепляемся так да ты не знаешь чем себя занять добывай кита вот теперь мы можем строить всякое том числе и храм кавалеристы улучшим до широкого меча композитные луки нам недоступны всякие улучшения также появились замечательно еще одну башенку себе возведите и можете приниматься за дело здесь мы можем вообще забор построить и добывать золото стену а ну кстати здесь останется проход так ладно мы возвращаемся чини чини бегом ах не удержится к сожалению башенка скорее всего чуть-чуть не удержится к сожалению чё тебе нужно убьют ведь ироды застали немножечко врасплох но ничего дуболомов бы конечно бы наверное заменил бы на кого-то более прогрессивного так мы вновь принялись за добычу дерева о смысле камня камня конечно же так центр правления обязательно башни наши надо улучшить непременно дабы они были крепче жаль парня конечно что убили но он был довольно смел готов жрец башенки подоспели улучшились да я понимаю нужен апгрейд на плуг безусловно на колесо все сделаем верблюжий всадник хорошая штука так скажем против других всадников может вы его лечитесь лечи их пожалуйста лечи лечи это принципиально важно академия это важное очень улучшение жаль не с кем поторговать чтобы был какой-то источник золото но уж как есть так это у нас фиктивнее обращение лечение делаем тратим золото конечно которого мало но делаем и все равно туда прорвемся все равно прорвемся и золото будем добывать ребята с камнями тут расковыряю расковыряются и ты что считаешь ты всех вылечил может подсказывать что нет есть еще раненые немножко не ответственно иногда к своей работе подходит жрец так ну и собственно все в железный век мы с вами перейти не можем мы ограничены бронзовым веком но нам этого вполне нет архитектуры изучить даже не можем но теперь уже так просто эту башню будет не разбить так знаете чего вы наверное лучше здесь дерево рубите чтобы было безопасней ага что хотел то соберитесь как там на верхушке все на плато ускоряем и улучшаем производительность эффективность как камикадзе куда то они идут так в тупую но мы не пропустим долго ставится часовая башня все из-за отсутствия архитектуры так наверное стоит хранилище поставить ребятам где то вот здесь пусть это один из лесорубов сделает добыча к дальности прачников золото добычки работают быстрее приносит плюс 3 золото пока нет знаете пока ладно обойдемся без этих услуг нужно всадники нужны нам пехота у нас так прилично так верблюжонок с нами колесничный лучник кстати они хороши может быть мы сделаем несколько таких троих например на них золото хотя бы не нужно но и колесницу появилась возможность строить они кстати тоже золото не нужно что важно ввиду его дефицита ну и пойдем после этого я думаю надеюсь справимся композитный лук нам изучить не дают это просто недоступно нам но они все жреца конечно же хотят покромсать тогда у нас их будет просто двое да все так раз два три четыре пять я просто хочу заменить дуболомов на кого-то все таки более прогрессивного я думаю так будет правильней все таки мы в бронзовом веке и махать каменными топорами так усложняем заход к нам на базу делаем его узким еще один жрец на подходе прокачанный так не союзниками нам не надо вот вот это вот так то полезно качкам кавалерии здоровье верблюдов и всех юнитов на лошадях это важно куда у меня зачем ты уходил вот это вот помогать делать ну и запираем нашу базу а ты не хочешь да ему помочь то есть ему помощь по твоему не нужна он себя прекрасно чувствует вкладываемся в улучшение осадную мастерскую еще бы по уму конечно возвести сделаем топорщиков не буду убивать ладно пускай дубинчиков уберем да то я там сказал насчет каменных топоров так смотрите-ка ребята тут закончили рискованно конечно поэтому давайте мы вот сюда придем мы будем как бы прикрывать а да по жрецам в первую очередь они бьют ну ничего святого в принципе понятно так вы мне нужны чтобы добывать золото я думаю ребята смогут здесь друг о друге позаботиться не про жрецов где-то вот тут стороне встаньте пожалуйста это полечитесь сделаю гоплетов это будет хорошим подспорьем золото тут немного я думаю быстро добудем можно конечно улучшение изучить чтобы ускорить добычу наверное сделаю вдруг мы еще где-то золото найдем еще где-то будем добывать правильно зачем отказывать себе в развитии на всякий случай мы попробуем себя обезопасить ходят они конечно медленно так ну ребят ох ты камень то оказывается у меня был на моей собственной базе можно сказать вот этого я и не заметил убежал куда-то сюда тратил ресурсы на возведение этих башен этот же самый камень ну ладно как говорится уже что сделано но что сделано в истории нет сослагательного наклонения поэтому ничего страшного хочу побольше кавалеристов ребята хорошие справные так что-то больно много стало крестьян его тут шастать алама 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 не разваляйтесь так сильно алама да медленно гоплиты идут конечно нам они в походе будут как гиря на ноге но что делать у них хорошие показатели атаки делаем попутно всякие небольшие улучшения нам это поможет где-то слоны там вопят покои мне разведчику решен тебе надо задиры какие ничего уж толком не получается что вы забираете так и ну в принципе все что нужно у нас с вами есть абсолютно все у нас с вами есть мы с вами пока преуспевающий преуспевающий народ так вы тут вылечились смотрите пришли еще ребятки мы это войны широким мечом покруче будут ударом пошли стоять я вас никуда не отпускал сейчас дамы и господа немножко терпения мы с вами будем готовы отправиться в поход башни у них вот здесь вот конечно что кстати могу здесь строить только метатель камней как и за ямато баллисты недоступны конечно вот с этим но ладно разберемся у нас хорошие войска кого-то конечно потеряем в процессе похода но это неизбежное зло камень прокачивать не буду на это тратить финансы вот я лучше вот это прокачаю хотя бы вот три этих достижения в очень важных как они сливают свои крестьяна как они проходят здесь они мне в кадр не попадаются где-то по краешку бегают так ну еще одного воина с широким мечом сделаем и будем укомплектованы чешуйчатую броню для кавалерий тоже обязательно изучим эти улучшения идут одновременно это хорошо что у нас так много ханилищ так и что у нас кончилась рыбка да давайте издалека тогда таскать чего делать то так ты можешь пока закрыть нашу базу за нами закрой за нами дверь мы уходим золото кстати скоро здесь будет тоже исчерпано что обидно улучшение на стены мы сейчас выучим возвращаясь к своим обязанностям так все стенки укрепляем ух ты ничего себе у нас только войск что даже они все не влазят в слот ну и чего вы вы думаете вы там это не протиснете слишком толстые придется ребята протискиваться ничего не знаю да издалека приходится рыбу возить долго и опасно ну как есть сейчас они приплывут я наверное эти лодки уберу и пускай в общем сделаю лучше двух крестьян и еще пару ферм воткну просто и пусть они разгрузятся чтоб зря добро не пропадало на них конечно улучшение можно выучить все такое но ну или вот золото добычки сейчас работают мы их вернем на фермы отправим прошли ведь а вот чего они возмутились то из-за вражеского хранилища не смогли пройти мы поэтому начали обход искать вот как раз жрецы там нет собой нужны больше чем все остальные ух ты вот это замес вот это крохот наверное вы сейчас видите в своих наушниках или из динамиков доносится уверен что тут в одиночку нужно с этим вам справляться верблюдик я хочу тебя спасти пожалуйста ах не ушел лечитесь лечите братьев своих давайте 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 подмечиться нужно обязательно видите ребята теперь без дела сюда мы тут пока бьемся кто-то погиб знаете но так с другой страны удобно у нас хотя бы все влазят флот и всех ведем одновременно все все хорошо раненые есть сцеляемся так заходите только после себя закройте пока раз ферма еще два ферма а ты в общем это дежурь будешь на подхвате если что так изучим да щиты и металлообработку кстати вот еще золотишко я вижу здесь не знаю я надеюсь мы этими силами управимся в противном случае конечно золото будет нужно так посмотрим оценим запасы запасов то много зря я наверно тут подрядил ты этих дровосеками то есть сельскохозяйственными фермерами в общем сельскохозяйственными так тоже собой закройте пожалуйста это этих что сначала короче вы шуруйте сюда тут за вами кто не закроет так никому медицинская помощь не нужна больше не хватит четверых в принципе на на деле на дереве я думаю ребята без происшествий должны добраться кто-то даже в слот это и не влазит по прежнему ну ладно тогда отменим сделаем лучше еще парочку рабочих золото будут добывать так спеши туда пожалуйста камень даже можно еще подобывать так а ты чем занят что что будешь делать какие вы упрямые а закрываем за собой наш город в очередной раз жаль конечно что нет никаких ворот в эйджи фэмпайрис в этой части и ботали и ботали и работой пойдемте да у них тут башни но я думаю мы с ними разберемся все должно быть нормально если что базу здесь резервную отстроим и как короче попрем как попрем камня на камне не оставим пока попробуем вот таким образом в лоб так попорщики конечно хиленькие они быстро погибнут но тем не менее у нас много кто еще есть мечников они много настроили так идите сюда пожалуйста вечно вы где-то отстаете так ну ты конечно один то бесполезен против ну и мы победили это было довольно просто что это м это 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 Я, Анита, великого курица, прорывал на город Хаттийов и взял ее в ночь по блесению моей богатери. В ее месте я снялся и крышал на сайт, что кто-то, 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 кто-то. Найдем кого-то из жителей, чтобы привлечь на свою сторону, какое-то время заняло развитие, но в целом победоносный наш марш-бросок прошел довольно стремительно. На этом мы с вами заканчиваем первую миссию за Хеттов и в следующем выпуске, безусловно, двинемся дальше. Сейчас я прочту заключительное слово, а то чуть не забыл. Кстати, это такое, что если кто-либо вновь воздвигнет город Хаттов, да покарает его бог Шторма. На этом я с вами прощаюсь. Будет здорово, если вы оцените это видео, при желании прокомментируйте его и также абсолютно при желании подпишитесь на канал. Для вас это абсолютно ничего не стоит, а для меня это хороший стимул делать свою работу дальше. Ну а вы получаете возможность следить за всеми новинками, которые выходят на регене. Я желаю вам успехов в повседневных делах. С вами был Сергей. Увидимся и всем пока.